Всем привет! С вами Марина Карри и программа «Кинозвезда». Сегодня я расскажу, какие фильмы стартуют в кинотеатре «Звезда» с 31 марта. Поехали! Первый фильм, о котором мы сегодня поговорим, называется «Осада». Картина расскажет нам про бывшего офицера полиции Нью-Йорка, а теперь шерифа небольшого городка в Джорджии, который вынужден вступить в жесткое противостояние с бандой воров, взявших в заложники местного состоятельного врача. Режиссером данного американско-канадского боевика выступил Эдвард Дрейк. За сценарий помимо него еще отвечал Кори Ларч. Главную роль в фильме исполнил именитый Брюс Уиллис. Смотрите фильм «Осада» в кинотеатре «Звезда» с 31 марта. Утром я слушал проповедника по радио. Он сказал слово «Грешник» шесть раз за шесть минут. Ясно, чему? К тому, что день будет превосходный. Устроим в городе веселуху. Грейс, дай пушку. Зачем? Шериф приехал. Я думал, ты в тюрьме. Вышел час назад. Хочешь поторговаться? Ты отлично знаешь, кто даст то, что нам нужно. Кто убил мою сестру? В последний раз ее видели в доме доктора Китца. Вот что нам нужно. Даю 30 минут. Найди пропавшую Бриджит Бейкер или... Или я буду высылать Джона Китца по кускам. Ты получишь все. Лучше съездить, кажется. Папа не любит сюрпризы. Я это знаю. Нераскрытое дело. Сможешь зачистить, чтобы не подкопаться? Доктор Китц? Доктор Китц. Потеряв его, мы лишимся всего. Можно их выкурить, пока они не копнули. Звони в ФБР. Это началось 10 лет назад. Но кончится сейчас. Шериф оказался между двух огней. Я понял то, что хотел. Вы знаете что-нибудь об исчезновении Бриджит? Туда лучше не лезь. Или что? Ты можешь уйти за ней. Кровавая баня ничего не меняет. Брюс Уиллис. Тимоти Меркл. Девушка пропала. Ты не понимаешь, потеряв Доктора Китца, мы лишимся всего. Нам нужна правда. Не все так просто, как кажется. Бриджит была не такой. Ты лжешь! Есть шанс, что это закончится без единого выстрела. Я должна знать, что с ней. Я не могу посещать пустую могилу. Пытаешься быть героем? Не лезь не в свое дело, Шериф. Ты пустое место. Заткнись и останешься жив. Ты виноват в том, что происходит. Осада. Я шериф этого округа. И кто же тебя им сделал? Далее идет фильм «Ампир В» по одноименной книге Виктора Пелевина. Картина рассказывает об устройстве мира, в котором все правящие должности занимают вампиры, возглавляя большую часть организаций. Они являются представителями международной мировой элиты. У них свои кланы, и все это мало походит на голливудские и книжные штампы о кровососах. Но вот однажды в их среду попадает самый обычный парень по имени Рома и узнает всю изнанку мира, в котором клыкастые вардалаки управляют людскими судьбами. Насколько успешно он вольется в их среду и сможет ли что-то изменить, зрители и узнают, посмотрев это кино. Поставил картины и адаптировал роман Пелевина в киносценарии Виктор Гинсбург. В продюсерах здесь также Иван Засурский и Мария Копралова. Смотрите фильм «Ампир В» в кинотеатре «Звезда» с 31 марта. В момент укуса жертва получает психическую команду, настолько сильную, что она способна подчинить себе даже динозавра. Это гуманный биологический пакт, выработанный за многие миллионы лет. Жертва делится кровью, но сохраняет жизнь. Поздравляю, теперь ты один из нас. Ты просто еще не понял, как тебе повезло. Вампиры используют те же ментальные конструкции, что и человек. Но его мысль движется по другому маршруту. Мой мозг начал работать по-новому. Это диктатура, как сами понимаете. Гуманная эпоха в Эмпайр-Эмпайр. Вселенской империи вампиров. Или, как мы пишем в символической форме, Эмпайр-Ви. Ты не похож на людей, я должен об этом помнить. Пора завязывать с этими левыми пантемами. Зажлеть нас, сынок. Что на тебя? Жить, как паразит? Ты есть паразит. Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм про вампиров. Чтобы никто из людей не догадался, кто и как сосет красную жидкость на самом деле. Ну и напоследок у нас мультфильм «Финик», который расскажет о домовом, охраняющем очаг и тайно живущем в мире людей. Финик лохматое и доброе существо, следящее за порядком. Иногда он бывает довольно вредным, придирчивым и даже любит пошалить. Время от времени подшучивает как-нибудь над жильцами, напоминая, в чьих владениях они живут. И ни одна семья в его доме не задерживается надолго. Но однажды в доме поселяются люди, на которых все проказы и проделки домового вообще, кажется, никак не действуют. Кругом начинают твориться странные и загадочные происшествия. А сам домовой знакомится с девочкой по имени Кристина. Хронометраж мультфильма заявлен чуть менее полутора часов и составляет 85 минут экранного времени, включая титры. А возрастной рейтинг ограничения к просмотру у мультика выставлен всего лишь с пометкой 6+. Смотрите мультфильм «Финик» в кинотеатре «Звезда» с 31 марта. Что вы видите? Обычный дом, обычная семья, праздники, уют. Но что, если я вам скажу, что в вашем доме без вашего согласия живет кто-то еще? Домовые помогают людям и всегда стараются сохранить мир и гармонию в доме. Это их образ жизни и главное правило. Миллион просмотров, гарантированно! Именно домовые превращают здание в дом. В милый дом. Чуть не опоздал! И ни один домовой не осмеливается нарушить традиции. Но я не как все! Мой дорогой, а это точно тот дом? Это мой дом! Куда это вы все тащите? Подожди! Невежливо уходить, не поздоровавший! Какой зеленый! Ты что, меня видишь? Ну, в общем, да. Полиция бессильна перед невидимым преступником! Только отважная девочка и первый в мире сыщик домовой могут спасти город! По рукам? По лапам! Ну а на этом сегодня все! Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами была Марина Кари, всем пока!